Субтитры делал DimaTorzok Израиль, Хайфа, Мессианская община Шавей-Сион Шавей значит вернулись Сион на Сион И я знаю то, что многие нас смотрят И я говорю вам всем шалом Из Израиля Будьте с нами Наш Новый год начался Библейский Новый год Роша-Шана И также прошли праздники Которые называются Симхат Тора, Радость Тора, Радость Слова Божьего И мы начинаем Изначально Еще один круг изучения Священных Писаний В Израиле существует старая традиция Которая пришла С давних-давних времен То ли с Вавилона, то ли с времен Эзры и Немии Когда были установлены Правила чтения Священных Писаний и Пятикнижия Моисеева И весь Танах То есть все, что русская традиция Называет Ветхий Завет Не люблю это слово Ветхий, как будто он уже Все не нужен Для нас это одна книга Но назовем Танах По-нашему Он читался за 52 недели То есть 52 недели в году 12 месяцев И мы в нашей общине Читая так уже много-много лет Всегда истолковывая Тору Пятикнижие Недельное чтение Интерпретировали их Ссылаясь на определенные ссылки Из Танаха, из Пророков, из Писаний И также делая определенные добавления Из Нового Завета Чтобы сделать смысл более объемным Более понятным Вы знаете, в этом году Посоветовавшись в нашем кругу здесь Мы решили сделать пайлот Все знают, что такое пайлот Мы хотим попробовать И сделать не только недельное чтение Из Торы с комментариями Но также сделать недельное чтение Из Нового Завета То есть мы взяли весь Новый Завет И разбили его Более-менее на 52 недели Чтобы за год Пройти также всю книгу Торы Пятикнижие Также всю книгу Нового Завета Понятно, что не всегда По смыслу они будут совпадать Но вы знаете Когда строят дом Часто внешние работы Не пересекаются с внутренними работами Хотя иногда, да, пересекаются И мы тоже будем в процессе Иногда пересекаться Иногда каждое из толкований Будет по-своему Постараемся их все сделать С выдержкой еврейской И надеемся, что это будет полезно Для всех вас, нас, для всех Пусть Бог поможет нам И мы сейчас приходим К недельному чтению Из Торы Которая называется Ноах Или Ной И вообще Это шестая глава Книги Бытия С Какого стиха? С Восьмого стиха Ной же обрет благодать Пред очами Господа Вот житие Ноя С этими стихами Начинается Недельное чтение Ноах Но я его начну Немножко из другого текста Я, как сказал Пройдусь по Торе А потом Перейду к Началу Нового Завета И по нему тоже дам Несколько уроков Но все-таки Даже урок по Торе Я начну с Нового Завета С текста Который некоторых из вас Может немножко Ну как бы Как это правильно сказать Напрячь Написано так В первом послании Коринфянам Одиннадцатой главе И написано так С девятого стиха И не муж создан для жены Но жена для мужа Посему жена И должна иметь На голове свой знак Власти над ней Для ангелов Впрочем Не муж без жены Не жена без мужа В Господе И дальше Тринадцатых Рассудите сами Приличной жене Молиться Богу С непокрытой головою Вы знаете На эту тему В разных Динаминационных Общинах Есть свои разные мнения Никого Ничему убеждать Не буду Но вот здесь Был такой знак Когда у женщины Покрыта голова Это есть Некий знак Для ангелов На самом деле Павел Когда пишет Этот стих Ссылается на Очень старый Еврейский мидраж Что такое Еврейский мидраж Еврейский мидраж Это Околобиблейские Толкования Ни в коем случае Мы не должны Их рассматривать На одном уровне С авторитетностью Священных писаний Но очень часто Когда мы выборочно С просеиванием Читаем И изучаем Различные мидражи Мы начинаем понимать Что подразумевает Текст В данном случае То что я прочитал Из первого послания Коринфянам Одиннадцатой главы Это Павел Апостол Павел Рав Шауль Ссылается на еврейский мидраж Который Говорит о днях Ноя Или точнее Он говорит Вот как раз О том Самом месте Которое Я хочу Очень коротко Истолковать И прежде чем Я подойду К Бытие Шестая глава Восьмой стих Я начну с Бытие Шестая глава Первый стих Когда люди Начали умножаться На земле Родились у них Дочери Тогда сыны Божии Увидели Дочерей Человеческих Что они Красивы И брали их Жены Какую Кто Избрал Еврейский Мидраж Говорит Что Сыны Божии Это не Дети Сифа Последнего Или третьего Сына Адама Которого Бог дал ему Вместо Авеля Убиенного Каином Еврейская Традиция Говорит Что Сыны Божии Это Малахей Шарет Ангелы Особой Позиции Которые Называются В Писании Служебными Духами Сошли На гору Ермон Которая На севере Израиля Вот Мы попытаемся Ее воспроизвести В нашей студии И Они Здесь На горе Ермон Клялись Друг Другу Что Они Вместе Хотят Все это Дело Предпринять И если Надо Вместе Ответят Перед Господом На эту Ситуацию Позднее Ссылается Апостол Иуда И Петр Они Ссылаются На Книгу Еноха И оттуда Я беру Тоже Этот самый Материал Но вот Еврейский Медраж Говорит Что Ангелы Увидев Дочерей Человеческих Соблазнились Их Волосами Так Это Было Или Как Это Было Павел Комментирует Этот Момент Но История Вот Здесь Вот Записанная В Бытии Непростая Есть Очень Консервативный Комментарий Что Да Сыны Божьи Это Сыны Сифа И Это Люди Просто Вот Они Но Я Наверное По Моим Убеждениям Больше Склоняюсь Также К Эврейской Версии Что Все Были Ангелы Которые Сошли На землю И Стали Жить С дочерями Человеческими Некоторые Скажут Но Такое Невозможно Ангел Он Дух А тут Плоть Как Они Могут Вместе Сожительствовать Да Еще Зачать Ребенка Вы Знаете Господь Ешуа Эту Тему Прокомментировал Очень Интересно Он Сказал Когда Восходят Туда В Сферу Духов Помните Он Говорил Что Случается После Смерти Там Жена Была Женой Семи Мужчин То Он Говорит Там Не Женятся И Не Выходят Замуж Но Когда Сходят Вниз То Здесь Все Это Возможно Потому Что В нашем мире Всегда Дух Облечен В Плоть И Наверное Такое Что-то Получилось С Ангелами Более Подробно Не Могут Толковать Потому Что Кто Из Нас Там Был Но Бытие Шестая Глава Говорит Что Они Брали Себе В Жены Дочерей Человеческих Как Павел Комментирует Этот Медраж Соблазнялись Их Волосами И Третий Стих Говорит Господь Бог Возмутился И Сказал Не Вечно Духу Моему Будь Пренебрегаем Человеками И Так Далее И Он Решает Играничить Жизнь Людей И Потом Говорит В то Время На земле Были Исполины Вы Знаете Вот Здесь Идут Неточности Русского Текста В Иврите Говорится Что Это Были Уже Не Исполины А Гибурим Герои Какие И Другое Место Писания Говорит Что Эти Их Так же Называют Нефолим От Слова Павшие Которые Упали То есть Нафаль Это Павшие Люди И С 5 Стих Увидел Господь Великое Развращение Человеков На земле И Есть Еще Один Стих Который Я Хочу Прочитать И Возрел 12 Стих Бог На землю И Вот Она Расклина Ибо Всякая Плоть Извратила Путь Свой Что Писание Подразумевает Под словами Всякая Плоть Извратила Свой Путь По всей Видимости Потомки Или Дети Этих Небожественных Союзов Ангелов И Женщин Их Называет Писание Нефалим Падшие По всей Видимости Вот эти Вот Гигантские Раскопки Раскопки Которые В которых Находят Гигантов Людей По 12 По 6 По 4 Метра Ростом Это Вот Эти Вот Нефалим И Они Были Извращение Путей Божьих И Они Развратили Всю Землю И Человечество Которое Было Книга Еноха Очень Подробно На эту Тему Говорит Я не Хочу Туда Сильно Вдаваться Но По крайней Мере Для Меня Понятно Что То поколение Допотопное Поколение Которое Было Невероятно Интеллектуального Уровня Потому что Их мозги Были не нашими Мозгами Которые Сегодня у нас Работают На 5-7 Процентов Я эту Вещь Рассказываю В цикле Учений Которое Называется Исправление Мира И вы В ютубе Можете Спокойно Зайти Набрав Слово Исправление Мира Или И Тикун И вы Увидите Целую Массу Проповедей На эту Тему То Там и Рассказываю Что Люди Тогда Были Намного Более Развитые Но Из-за Влияния Вот этих Нефалим Которые Занимали Определенное Сильное Место Они Извратили Свои Пути Также И стали Во-первых Распленными Или Грешащими И Земля Наполнилась Злодеянием И Господь Решает Погубить То Поколение Потопом Только Ной И его Семья Обретают Праведность Потому что Они Отдалялись От этих Развращенных Людей Почему Я коснулся Этой темы Немножко Сложной И немножко Опасной Многие боятся Эту тему Учить Понимаете На Земле Сегодня Через Археологические Раскопки Через Случайные Раскопки Через Случайные Какие-то Открытия Открывается Слишком Много Необъяснимого И Очень Часто Люди Начинают Просто Друг Друг Дурить Голову Всякими Инопланетянами Или Вот это Бесы Сделали Про Что Что я говорю Прежде Прежде Всего Про Огромные Нестандартные Постройки Которые Существуют Сегодня По всему Лицу Земли То Бишь То Здесь В Израиле Или В Бальбеке В Ливане Или В Турции На территории Крыма На территории Китая На территории Англии На территории Южной Северной Америки Под водой Находят Громадные Мегалитические Раскопки И говорят Вот Это Инопланетяне Как могли Сегодня Какие инопланетяне Вот Эти гиганты Нефалим Движимые Грехом И движимые Громадным Интеллектом Вместе с тем Людским Поколением Которое Мозгами Было Не как мы На 5% А на 40-80% Не знаю Сколько То есть Были невероятно Развиты Они созидали Всю ту культуру Но Она не устояла Потому что Господь сказал Недолго Больше Пренебрегаться Мне Вами Я наведу Воды потопа И когда Господь Говорит Ною Сделай себе Ковчег По сути Господь Использует Тот же самый Принцип Который Позднее Рав Шауль Или апостол Павел Записывает В первом послании Коринфянам Когда говорит Интересные слова Он говорит Погублю Простотою Мудрость Мудрецов По всей видимости Технологии Того времени Были просто Невероятными Возможно Люди даже Не нуждались В Водном Транспорте Потому что Все могли Доставлять По воздуху Возможно Они имели Какие-то Духовно Физические Не знаю Какие силы Которые Помогали им Осуществлять То строительство Которое Технологически Сегодня Невозможно С этим Соглашаются Очень много Ученых И Когда Бог Говорит Ною Сделай себе Ковчег И дает ему Параметры И размеры По всей видимости По сравнению С того уровня Цивилизации Это была Просто Какая-то Дряхлая Лодка Но Бог Сказал Я тебя В этой лодке Простотою Погублю Мудрость Мудрецов В этой лодке Я Тебя Спасу Потому что Ты Мною Избран И ты Мною Искуплен Избавлен И Вот тогда Когда наступили Воды потопа Это был Не просто Дождь И поднимались Воды Из земли Это был Какой-то Мега Катаклизм Мы понимаем Что строение Той земли Было Несколько Иное И была Вода Над землею Которая Понижала Солнечную Активность Почему Здесь все Было Так Здорово Такая Природа Была Такой Долголетие У людей Было По всей Видимости Вся Вот эта Тверть Воды Про Которую Говорит Первая Книга Бытия Обрушилась На землю По всей Видимости Это были Какие-то Метеоритные Дожди И что-то Напоминающее Даже Как ядерная Катастрофа Не то что Там эти Нефалимы Друг с другом Воевали Ядерным Оружием Хотя такое Вполне Могло Быть Но я не Про это Я больше Говорю Что Возможно Метеориты Взлезались В землю И здесь Был Просто Ад Хаос Но Небесный Отец В этой Посудине Посреди Всего Этого Невероятного Разгрома Уничтожения Извратившей Путь Плоти Спасает Семью Ноя Вы знаете Я вижу В этом Очень мощное Евангельское Благовестие Для нас Которое Говорит Если вы Зашли В ковчег Имя Которому Господь Ишуа Если вы Покрыли И искупили Себя Им Что интересно Слово Искупить Ликопер Копора На иврите Оно Созвучно С той Смолой Которой Бог Сказал Мою Покрыть Как внешнюю Так и внутреннюю Часть Ковчега Там написано Покрой Копоры Снаружи И изнутри И сохранишься От стихий Внешнего вида То есть Если мы покрыты И изнутри И изнаружи Драгоценной Жертвой Машеха То Мы защищены В этом мире Всякие вещи Могут Проходить В нашей голове Всякие вещи Могут проходить Перед нами Но если мы Избираем путь В котором для нас Актуально Копора Покрытие То мы защищены Это вот Основная Мысль Послание Которую я вижу В недельной Главе Ной Есть тут еще Несколько мыслей И пожалуй Я еще одну мысль Хочу подчеркнуть Она очень важна Восьмая глава Говорит Вспомнил Бога Ное И о всех зверях Которые были в ковчеге И вот спала вода Они остановились И так далее Мы читаем все эти вещи И вот Ной приносит Жертву И Господь Милует И благословляет Десятая глава Книги Бытия Вот родословие Сынов Ноевых Сима Хама И Афета И вот После потопа Родились у них дети И дальше идет Длинное перечисление Людей Вы знаете Детей Вот этих вот Четверых Ноя Сима Хама И Афета И здесь мы читаем Если мы посчитаем Здесь количество Людей Которые Родились от них Семьдесят Семьдесят человек Вот просто Посчитайте Потом Увидите Эту вот Цифру Интересно Что Еврейское Толкование Говорит Что Семьдесят народов Которые Произошли От Ноя Это Коренные Народы Всей земли И Сегодня Существует Больше Тысячи Народностей Но Все-таки Коренными Являются Эти семьдесят И Потом Позднее Я сейчас Вот как бы Делаю маленькую Автору Дополнение К тому Недельному Чтению Которое Мы читаем Господь Когда призывает Еврейский Народ Служить Ему Творцу И Служить Людям Дав Иуде Иуда С Игуда С Иврита Переводится Как Носящий Славу Господню Повеление Быть Не только Народом Который Бог взял В удел Но Господь Дает Израилю Иуде Быть Светом То же самое Что потом В Евангелии От Матфея В нашем Недельном Чтении Из Нового Завета Сегодняшнем Сказано Вы Соль Земли То есть Там Бог Призывает Израильский Народ Вот тогда Быть Солью Земли Освящая Не только Самих Себя Сохраняя Себя Пред Господом Но Ходатайствуя И делая Определенное Служение Для всех Людей Перед Господом Богом Как мы Это знаем Если вы Откроете Книгу Числа То там Есть Ясное Повеление О Недавно Прошедшем Празднике Кущи Когда Израиль Должен Приносить Пред Господом Жертвы И вот Если мы Посчитаем Там Число Волов Которые Заколались В первый День Праздника Второй Третий Другой То мы Приходим К числу Израиль Приносил За народы Мира Вот Комментируя Вот это Бытие Десятую Главу Покрывая Их Кровью Волов Чтобы В будущем Эти Все народы Мира Которые Произошли Отноя Были Покрыты Кровью Божьего Агнца 71 Жертва Была За сам Израильский Народ Потому что Израиль Тоже Грешит И тоже Нуждается В покрытии Того же Самого Божьего Агнца Еще один Момент В книге Царств Про Любоминон Мы читаем Про царей Израилевых И там Есть история Про Самоламона Который Строит По пророчеству По плану Который Составил Его отец Давид Храм То есть Этот храм Хотел построить Царь Давид Давид Легендарная Личность И не только Воитель И царь И мудрец И пророк Но он Еще Провидец Поколения Машиеха Он Провидя Этот храм Делает Интересную Конструкцию Которую Потом Царь Соломон Воплощает В бетоне В золоте В дереве В мраморе И прочее Так вот В святом Стояло Десять Минор Минора Это Семисвечник И если Семисвечник От того Что Смысл Там Семь ветвей Есть Если Десять Умножить На семь Там Было Семьдесят Лампад Которые Горели День и Ночь Это было Своеобразное Ходатайство Израиля За Все Семьдесят Народов Про которые Записано В книге Бытия Я хочу Сказать Что Позднее Когда В послании Ефесянам Второй главе Павел Описывает Что через Ешуа Язычники Это вторая Глава Четырнадцатый Пятнадцатый Шестнадцатый Стих Прилепились Были далеко Стали близки К Израильскому Народу Я слышал толкование Некоторых Уважаемых Библеистов Которые Говорят Были далеко И стали Близки Кровью Христа К Творцу К Христу К вере К святости Нет Нет Друзья Почитайте Ефесянам Вторую главу Там говорится Что через Ешуа Язычники Присоединились К призванию Обетом Присоединились К израильскому Народу Чтобы вместе С народом Составить Ту самую Соль За которую Бог сказал В свое время Израилю Напрямую Вы будете У меня народом Священников И пророков А потом Через Ешуа Подтвердил Эту мысль Опять Ешуа Говорит К израильтянам Которые Были вокруг Него И он Говорит Вы Через Павла Уже И потом Через Петра Вы стали Через Ешуа Вместе С Израилем Священниками Чтобы произносить Ходатайство За все Народы Земли Поэтому В Писании Позднее Есть такие Слова Всякою Молитвою Молитесь За всех Людей То есть Мы Соль Семьдесят Или там Тысяча С лишним народом Произошедших От этих Семидесяти И мы В определенном Ответе За них Но Помните Ковчег Странная Посудина Посреди Технологичного Развитого Но грешащего Мира И катаклизмов А Бог Спасает их Пусть Бог Спасет Каждого из нас Своей милостью Через жертву Мы Коротко Пробежались По недельному Чтению Из Книги Бытие Называется Ной Или Ноах На иврите Пусть Бог Благословит вас Продолжение следует...